Ну, коллеги, потому что в прошлом году исполнилось ровно 50 лет, как я закончил наш с вами ВУЗ. И какие выводы я могу сделать сегодня, вот слушая общение выдающегося человека Игоря Борисовича с вами, слушая ваши вопросы и понимая с позиции прожитой жизни, что я вижу. По-крупному, самыми крупными мозгами. Есть две удивительные вещи, которые заложены в сути военметра. Это первое. Те знания, которые здесь даются. Это те знания, которые являются системными. Потому что знания это достояние каждого из нас и достояние государства, как было правильно. И пример системности вот перед вами. Человек, который системно идет и проживает жизнь, может из нее сделать вывод. В чем системность? Потому что нас учили многому. Вот так вот. И вы знаете, мне жизнь показала, что я один раз возьму один кусочек из этого, другой раз этот, другой кусочек из всех знаний, которые есть. И потом из этого выстраиваю комплексное видение. И оно позволяет мне ориентироваться в жизни. Поэтому, слава Богу, что в нашем ВУДе вот эта мощь знаний, эта системность присутствует. А наша с вами задача всегда заключалась в том, чтобы эту системность в себе воспитать и воспринять. Ту, которую дают нам преподаватели. И вторая особенность нашего ВУЗа. Это то, что он делает и готовит из нас патриотов. Понимаете? Мы патриоты по природе института ВУЗа. Потому что мы занимаемся, вы занимаетесь, и мы занимаемся всю жизнь одним и тем же. И здесь уже об этом говорилось. Вопросами национальной безопасности, независимости от веры, исповедания, рода, пола, уровня образования. Мы сейчас все граждане. Но за свое отечество. И наш ВУЗ этому нас учит с самого своего начала. Вот как он был создан, Сергой Цюникинзе. Как Дмитрий Федорович Устинов закончил его в 1934 году и стал министром обороны. Так и пошли великие люди рядами, шеренгами из нашего ВУЗа. Потому что они боролись за нашу государственность. Они думали о том, как государство здесь. И генеральные конструктора, вы знаете сколько. И политических деятелей. И государственных. И разведки. А в разведчиков сколько из наших хороших государственных приедет. Тоже государственная деятельность. Которые и за рубежом отработали. И сколько привнести в нашу страну. Вот основное, что есть. И поэтому я хотел вам пожелать, коллеги. Не распихаясь мыслью подреву. Старайтесь учиться. Старайтесь больше понимать. Впитывать. Это как будто бы и громкие, и просто слова. Но вот мой жизненный опыт. Я вам говорю, вот закончил это 50 лет назад. И я понимаю, даже сейчас уже 51, что это действительно так. И где бы ты ни трудился, это всегда тебе поможет. Всегда вытащи. И, наконец, в конце. Желаю вам всего доброго на вашем областье. Я почему-то, вы слушая и в вашем вопросе выступления, я сейчас вспомнил, особенно вот в конце беседы, замечательные слова Владимира Владимировича Маяковского, которые я хочу вам также напомнить. Жить надо красиво, дерзко, смело. И к черту проклятых нытиков. Спасибо вам.